17 марта в Омске прошел турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта международного класса Сергея Игнатенко. В этом году состязания борцов классического стиля, которые проводятся в Омской области с 1971 года, впервые вышли на всероссийский уровень. Порадовала вот эта вот новость, что турнир приобрел новый статус. Я на самом деле только сегодня об этом узнал. Это открывает чуть больше перспективы, соответственно, будет больше приезжать гостей, больше соседних городов, тем самым будет турнир более популярный. Безусловно, всегда, когда приезжают сильные борцы, турнир становится намного интереснее, любой турнир, потому что появляется конкуренция определенного рода. Побороться за призы статусного турнира на ковер вышли более 90 спортсменов из Омской и Сверловской областей, а также Республики Казахстан. Борцы нашего региона смогли достойно показать себя и завоевали 21 медаль. Каждый из ребят проявлял невероятную выдержку, а также радовал зрителей сложными и интересными приемами. Мне было сначала очень трудно, я отдал 4 балла, потом я собрал с мыслями, срезточился, забрал 4 балла и сделал прием в мартере, наказал поясницу, раскатал соперника, тем самым закончил свой поединок. Воспитанник Москаленской спортивной школы Заурбек Гондалоев одержал чистую победу Тушен от соперника из Казахстана, применив свой излюбленный прием. Я увидел эти два броска, когда Владислав Мельников, чемпион мира, боролся на чемпионате России и в финальной схватке он сделал, совершая именно этот бросок. Ну и я на тренировку потом попробовал этот бросок сделать и у меня получилось. Ну и с того момента я этот бросок, ну этот нырок с проходом в корпус делаю. Еще одну победу над иногородним соперником в финале завоевал представитель Марьяновского района. Виктор Филиппов сумел удержать свои баллы в поединке со спортсменом, выступавшим за Свердловскую область. Схватка была весьма напряженной. Справиться с Рауфом Саграби было непросто, ведь он неоднократный участник всероссийских турниров. Я выиграл за счет своей выдержки, за счет тренеров, за счет силы воли. И в этой схватке мне больше всего понравилось то, что смог отстоять свои баллы выигранные. Ход поединка был очень непредсказуемый. Здесь я решала все сила воли и упорство. В целом команда Свердловской области состояла из сильных спортсменов. Все шесть человек, приехавших на турнир, взяли награды разного достоинства. Одну из золотых медалей в копилку сверловчан принес Михаил Беляев, который в финале встретился с омским спортсменом Максимом Зайцевым. Они стали соперниками на ковре уже в третий раз. Михаил отметил, что омский борец прибавил в технике после их последней встречи, но и он хорошо подготовился. Победить сверловчанину удалось за счет удачно выполненного броска прогибом. Вся суть заключается, чтобы правильно подставить ноги под ноги. Мне удалось это сделать. В целом, я доволен своей работой. У нас вся команда очень серьезно готовилась к этим соревнованиям. Настраивались. В целом, тренер доволен нашим выступлением. У нас из шести человек, все шесть человек в призах. Довольны своими выступлениями остались и гости из Казахстана. В их арсенале по итогам турнира девять наград, две из которых высшие пробы. Отличный турнир. Я рад, что казахстанская сборная заняла очень хорошие места. У меня получилось один раз проиграть и два раза выиграть соперников на душе. И мне больше всего понравилась вторая схватка, так как я боролся почти на морально-волюхых качествах. Очень устал и рад, что победил на этом турнире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова